В мере хозяина микрофинансовой организации сейчас пытаются десятки человек, которых он загнал в огромные долги. Бизнесмен выдавал микрозаймы под сумасшедшие 96% годовых. Затем, ожидаемо, стал фигурантом дела о мошенничестве. Ну а теперь вновь на свободе и опять требует от должников денег. Люди теряют квартиры, машины, а банкир-одиночка клянется, что все это по закону. С ним встретился мой коллега Тимур Давлетов. Я вот в этом доме жила, однокомнатная квартира, 9-й комнате, и у меня ее сын Фудинов отобрал. Валентина Бакунова лишилась жилья в 2015 году, после того, как взяла займ в компании Ильса Кредит по 96% годовых. Долг платила вовремя, но при первой же просрочке из-за финансовых трудностей на нее тут же подали в суд. Причем о разбирательствах Валентина узнала только в тот момент, когда приставы пришли выселять ее из квартиры. Все мы ко мне пришли, нас выгоняли в 11 часов дня, открыли, сняли окна, ну это, как мороз, февраль месяц, и сняли дверь с Петер. И был колотун, ребенок, это, внучка, водик, и внучке 6 лет другой. И они даже не по, это, не по, как не пожалели, сняли это, и выгоняли нас. Аналогичная ситуация у Нурьи Ишбулатовой кредитный займ, она взяла все в той же фирме Ильса Кредит. И также не понимала, что ставка такого договора максимально завышена почти 100% годовых. Я ему отдала его впечатление, не знаю, 580. Да, проценты такие. Я не знаю, как вы пишете на процессе. И таких пострадавших, как Валентин и Нурья, 45 человек. Все они обратились в полицию. После этого парок офиса сомнительной кредитной фирмой перешагнули уже люди в погонах. В организации провели обыски, изъяли документы, а в отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», причем в особо крупном размере. Его даже поместили за решетку, но там пробыл он недолго. Вот в этом здании находилась та самая организация Ильса Кредит, которая выдавала займы людям. Сейчас здесь математический путь, но владелец у нее один и тот же, Ирик Сайфудинов. Но после того, как он отсидел в СИЗО 45 суток, он, по всей видимости, решил сменить рот своей деятельности. Теперь он уже не выдает кредиты, а занимается исследованием рынка ценных бумаг. Как Ирик Сайфудинов вернулся к работе, будучи под следствием по такой серьезной статье, потерпевшие не понимают у бывших клиентов масса вопросов. А подпись-то не ее. Вот, понимаем, честь ее. А подпись не ее. И откуда вывод? А вывод? То есть человек специально пишет весь в ее... Юристы считают, что потерпевших гораздо больше, чем фигурируют в уголовном деле. Называют цифру в 200 человек. Говорят, многие просто не успели пожаловаться в полицию. Были на...